все шикарно. Это хорошо. Давайте тогда начинать. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как гельминтоза собак и кошек, причины, симптомы и как лечить. Начнем вообще с того, что такое гельминтоза. Это гельминты, это паразитические черви, которые обитают в организме различных существ. Могут быть у человека, у животных и даже у растений. Заражение организма глистной инвазии называется гельминтоз. В чем вообще опасность гельминтоза в домашних животных? И заключается она не только в том, что гельминты наносят вред животному, но и в том числе очень легко передаются хозяевам. Большинство владельцев очень часто полагают, что если их животное чистое, ухоженное, оно не может быть заражено гельминтами, но это заблуждение. Даже если животное находится в домашних условиях и не гуляет на улице, например, это домашняя кошка или собака у вас, то в том числе она может заразиться гельминтами, это может происходить через проглатывание паразитов яиц или же при поедании промежуточного хозяина. Например, если кошка или собака съели блоху. Те же яйца глист и блох очень легко занести на своей одежде и обувь, особенно обувь. Очень многие у нас в квартире, когда приходят, то оставляют свои ботинки непосредственно уже в квартире. Животные, кошка или собака интересуются ими, пытаются их облизать и тем самым заражаются. Также могут они обитать, гельминты, и в земле домашних растений, особенно если вы их принесли, у вас там какое-то новое растение появилось, вы принесли его из магазина. И также глифсты легко передаются матери, от матери к потомству, если мать не обработана. Часто гельминтозы могут протекать незаметно и бессимптомно, но это не значит, что они не причиняют никакого вреда. Степень их воздействия на организм достаточно обширная. И продукты их жизнедеятельности являются токсинами, которые могут вызывать и отравление организма, и аллергическую реакцию. И в том числе, если животные, допустим, аллергик, то усугублять аллергическую реакцию у животных. Также гельминты в процессе существования травмируют органы и ткани, могут разносить болезнетворные бактерии, которые являются причиной различных заболеваний. А так как организм ослаблен из-за них, то он может быть подвержен различными заболеваниями и инфекциями. Какие же чаще всего гельминты у нас встречаются? Отпишите, пожалуйста, еще кто... Добрый день. Да, кто подключился, подпишите, пожалуйста. У всех все со звуком хорошо? Ага, все здорово. У собак и кошек выделяют три группы гельминтов. Это нематоды, триматоды и цистоды. Нематоды – это круглые червя, триматоды – сосальщики и цистоды – это цепни. Нематозы – это инвузионные болезни собак и кошек, возбудителями которыми являются представители круглых червей нематода. Общее название – это нематозы. И данный вид гельминтов паразитируют не только в кишечнике, но они могут поражать и сердце, и аорту, и глаза, и почки, и мочевой пузырь, и даже подкожную клетчатку. Самые распространенные представители этого семейства – это аскориды, острицы, волосоглавы, таксокары и другие, и дирофилярии. Трематоды – это гельминты, возбудителями которых являются представители класса сосальщиков, или же по-другому они называются трематоды. У животных известно большое количество трематод, и каждая из них отличается особенностями строения, жизненного цикла, локализации – это место обитания, и патогенного влияния на организм носителя. Чаще всего они паразитируют в печени и кишечнике. И цистоды – это заболевания собак, которые вызываются представителями класса ленточных червей, или цистод, но это необщее название цистодоза. И половозрелые цистоды паразитируют у животных только в кишечнике. Но личиночные стадии могут паразитировать в разнообразных органах и тканях как у животных, так и у человека. И самые распространенные представители этой группы – это дипелидиоз, таниоз, хик, инококос и другие. Какие же гельминты у нас чаще всего встречаются у кошек? Это аскориды или токсокары, это печеночный сосачек, огуречный цепень, альвеококи и широкий лентец. Они все попадают по-разному в организм и локализируются в разных местах. У собак чаще всего встречаются такие гельминты, как алириоз, аписторхоз, дипелидиоз, хинококос, дирофилириоз. Это мы можем чаще всего наблюдать у собак. Какая же причина развития гельминтозов и вообще почему они у нас возникают? Главная причина – это попадание в организм животных, яиц, паразитов. Как это может происходить? Во-первых, при поедании рыбных и мясных продуктов без предварительной термической обработки. Если вы кормите животное натуральным кормом, то часто у нас возникает такая ситуация, что если, допустим, часто рыба у нас заражена паразитами, если ее не переморозить или же если вы ее не отвариваете, то животное может в том числе и заразиться. Поэтому при кормлении обычно советуют либо немножечко заморозить мясо, либо же лучше провести термическую обработку. Общение с другими представителями – это может быть семейство и кошачьих, и собачьих, которые являются носителями гельминтозов. Также можно подхватить через насекомых. Это при поедании тех же блок, мух и комаров. Можно через грузунов. Яйца гельминта могут находиться у них на шкурах. И очень часто эта ситуация бывает, если, допустим, кошка у нас находится на свободном выгуле, и на даче кошка съела бы мышку, может, в том числе и через нее. Утоление жажды из грязного водоема – это частая проблема как раз у собак. Когда вы с собакой едете отдыхать куда-нибудь на природу, то и собака попила из какого-нибудь озерца, прудика или же болота. Особенно болота, где еще там много комаров, то это очень нежелательно. Через обувь хозяина. Это наиболее часто встречаемое, потому что мы очень много чего можем принести на обуви. И обувь перед тем, как она будет контактировать с вашим животным, либо вы не подпускаете животное как-то грязной обуви, либо же в таком случае вам надо ее сразу мыть после прихода, и уже после этого можно, чтобы животное с ней контактировало. У собак бывает, ну и у кошек, которые находятся на выгуле, это подхватив яйца с травы, земли и других поверхностей. Очень часто у собак еще бывает ситуация, что когда не произведена была обработка, ну и у кошек то же самое, против плановой дегельминтизации, то животное либо поконтактировало с кем-то, либо у собак очень часто что-то схватило с земли, или же те же собачьи фекалии, через них тоже можно заразиться. Чем вообще опасны гельминты для животных? При отсутствии лечения у животных происходит, во-первых, ослабление иммунитета, и если это молодняк, то идет отставание в росте и развитии, из-за недостаточного поступления питательных веществ в организм животного. Также истощение животного из-за постоянного зуда, боли и дискомфорта. Может присоединяться инфекция на фоне снижения защитных сил организма и развития других заболеваний. Также может развиваться и серьезная интоксикация токсичными продуктами обмена паразитов и может развиваться аллергические реакции. Гельминты могут приводить к различным заболеваниям печени, головного мозга, сердца, легких и других органов. По статистике более 60% домашних собак и кошек инвазированы гельминтами. При этом зараженные питомцы будут выглядеть клинически здоровыми и хозяева часто не понимают, что их животное болеет. Какие же симптомы того, что у животного гельминтоз? Во-первых, это нарушение пищевого поведения. Животное может начинать есть больше обычного, но при этом вес будет не набираться. Или же может быть другая ситуация, что животное просто будет отказываться от пищи. Также это нарушение деятельности пищеварительного тракта. Как мы можем это наблюдать? Либо у животного затрудняется дефекация, либо бывает ситуация, что дефекация у нас чередуется с диареей. Либо же просто у животного возникает диарея. Также могут в калии присутствовать кусочки непереваренной пищи. Почему это возникает? Потому что начинается сбой в ферментной системе. Они имеют слабость, слизистые, становятся оболочки бледные. Волосяной покров начинает тускнеть, шерсть начинает выпадать, шерсть становится взъерошенной, становится неприятной на ощупь. Слизистые, помимо того, что они могут быть слишком бледные, могут становиться и желтушные из-за повреждения печени или желчного пузыря. Иногда, если, допустим, это лебочная форма, то у животного может возникнуть кашель. Также живот сильно увеличивается в объеме и становится таким надутым. Особенно это характерно для котят и щенков. Если вы подобрали котенка или щенка на улице, и прям чувствуете у него надутый живот, то, скорее всего, это свидетельствует о том, что у него гельминтоз. В каловых массах может присутствовать кровь и слизь. Как мы можем диагностировать гельминтозы? Если у нас есть подозрения на гельминтоз, то необходимо обратиться в ветеринарную клинику для проведения диагностических мероприятий. Также заключается диагностика в лабораторном исследовании крови и кала. Анализы могут выявить не только, если вообще паразиты у нас, но и в том числе, какая у них видовая принадлежность. Но, смотрите, многие владельцы очень часто считают, что достаточно сдать только фекалии животного. Однако, если это гельминтозы, допустим, сердечные или легочные, то можно их обнаружить только при исследовании крови животного. Тогда используется иммуноферментный анализ или же ПЦР. Эти методы будут наиболее информативными и помогут нам точно сказать, что за паразит у нас там. Если же вы у животного подозрение, допустим, на легочную или сердечную форму гельминтозов, то может быть назначено рентген или же УЗИ сердца. Но, если вы знаете даже, как выглядит тот или иной паразит, то все равно лучше для точной информативности сдать все анализы. По лечению. Смотрите, что нам необходимо. Во-первых, уничтожить паразитов, обеспечить быстрое введение из животных, произвести деинтоксикацию организма и восстановить иммунитет и функциональную активность поврежденных органов. Лечение обычно у нас идет медикаминтозное. Используются чаще всего препараты, это таблетки. Могут использоваться либо в виде суспензии, или в виде капель. Но обычно, если у нас уже диагностирован гельминтоз, то назначается таблетированная форма. Их достаточно большое количество. Это и паразител, и бельмимакс, и стронхолт, и там диросиен, фиптал, и гельминтал. Они в суспензиях. Чаще всего назначают обычно это мельбимакс, либо тот же дронтал, либо кониквантелло в таблетках, веромкокс и другие. Обычно назначается повторная антикилеминтизация через 10-14 дней. В зависимости от препарата. Тут мы смотрим на инструкцию, что у нас там прописано. И в зависимости от этого мы смотрим, когда у нас идет повторная диккилеминтизация. Очень часто повторная диккилеминтизация проводится другим препаратом, не тем, который вы делали ее в первый раз. Почему это делается? Для того, чтобы было другое действующее вещество. Причем, почему другим препаратом? Обращается другое действующее вещество. У нас есть различные действующее вещество. Обычно это парзиквантелл, ивермиктин, селемиктин и другие. И тут надо, чтобы действующее вещество отличалось для повторного. Кроме лекарственных средств, направленных непосредственно на борьбу с гельминтами, также обычно назначаются, если уже препараты для препятствующей закупорки кровеносных сосудов, это антикоагулянты. Также могут быть назначены и витаминные комплексы для восстановления организма, иммуностимуляторы. Опять же, схема лечения будет подбираться в индивидуальном порядке. Во-первых, в зависимости от гельминтоза, во-вторых, от состояния животного, от возраста животного. Там очень много всего. Также в некоторых сложных случаях иногда прибегают и к хирургическому лечению. Операцию проводят под общим наркозом, и вместе с гельминтами удаляется кусочек поврежденной ткани. Опять же, это делается только уже в крайних случаях. В основном все используется у нас в медикаментозное лечение. Препараты, которые назначают для внутреннего применения, обладают разным воздействием паразитов. Одни из них будут разрушать покровные ткани и оболочки яиц, другие негативно влияют на нервные структуры, приводя к параличу гельминта, а третий нарушает его метаболизм. Опять же, в зависимости от препарата, по инструкции мы смотрим, кто-то у нас действует только на взрослых особей, кто-то действует в том числе и на яйца и личинки. Опять же, в зависимости от действующего вещества, они подразделяются на широкого спектра, это убивающие большой спектр паразитов, либо же на узкие, которые там, допустим, на истребление одного вида гельминтов. Но в основном все антигельминтики, которыми мы сейчас пользуемся в ветеринарной практике, они обладают широким спектром действия. По поводу таблетированной формы и препаратов, тут вы выбираете сами, во-первых, в зависимости от цены, во-вторых, в зависимости от того, какой препарат вам больше нравится. Опять же, если друг животный аллергик, то выбирайте тот препарат, на который нет аллергической реакции. Если животное ослаблено, или же у него есть какие-то там проблемы, то, чтобы предотвратить интоксикацию, можно использовать дачу антигельминтов препаратов либо же с сорбентами, это тот же энтеросгель, это тот же полисорб, который снижает интоксикацию. Если животный аллергик, то можно давать антигельминтные препараты под антигистаминами. Можно либо сделать тот же инъекцию диметрола, или же, например, дать супрастинт, вигил или другие препараты, которыми вы пользуетесь. По поводу профилактики. Смотрите, обязательно должна быть плановая дегельминтизация. Когда вообще начинается дегельминтизация? Первый раз дегельминтизацию делают котятам и щенкам в возрасте 3 месяцев. Есть препараты, которые назначаются чуть раньше, но обычно оптимальным считается 3 месяца. Большинство препаратов рассчитаны на этот период. Дальше мы проводим плановую дегельминтизацию раз в квартал. Сейчас, насколько я знаю, у того же Мельпимакса есть то, что они рекомендуют проводить дегельминтизацию ежемесячно. Но по мне это слишком часто. Почему? Потому что если животное не заражено гельминтами, то обычно препараты имеют пролонгированное действие и на квартал их хватает. По поводу дегельминтизации перед прививками. Смотрите, если по требованиям ВАСа сейчас, в принципе, если животное постоянно дегельминтизируется соответственно с требованиями, заявленными, то дегельминтизацию перед прививкой можно не делать. Но у нас в стране до сих пор ее делают и делается обычно дегельминтизация перед вакцинацией за 2 недели, можно делать за 7 дней до того, как вы будете прививать животное. Опять же, если у вас там животное, допустим, вы делали дегельминтизацию месяц назад, это у вас прививка, то в этом случае повторную дегельминтизацию делать не надо. По поводу профилактики, помимо дегельминтизации, которая у нас плановая, исключаем контакт питомца с незнакомыми и зараженными животными. Опять же, по приходу с улицы убираем обувь либо в закрытое место, либо сразу моем. Обрабатываем питомца не только. Два месяца назад, но скоро прививка. Стоит ли делать повторную дегельминтизацию? Смотрите, Марина, если вы обрабатываете раз в три месяца, то в принципе можно сейчас дегельминтизацию не проводить. Но опять же, уточните лучше в той клинике, где собираетесь делать. Зачем? Объясню. Потому что некоторые врачи могут без дегельминтизации отказаться от вакцинации. Если вы не сами прививаете от клиники, то лучше уточните этот вопрос. Ну, смотрите. По поводу вакцинации в два месяца. Не все делают вакцинации в два месяца. Да, часть золочка делает в два месяца. Большинство владельцев, которые берут не у золочка, делают первую вакцинацию в три месяца. Собственно, перед ней как раз и делается дегельминтизация. Но опять же, если вы решили прививать в два месяца, то в таком случае, да, конечно, перед прививкой необходимо провести дегельминтизацию. Но подбирайте тот препарат, который можно использовать с вашего возраста. Просто не все препараты можно использовать с двухмесячного возраста. Некоторые препараты, вы смотрите на инструкцию в зависимости от действующего вещества, в зависимости от препарата. Если препарат можно использовать с двухмесячного возраста, то делайте дегельминтизацию и вакцинируйте. Просто очень многие, я знаю, допустим, делают деклементизацию, например, в... точнее, делают вакцинацию, например, в 2 с половиной кто-то месяца, кто-то в 2 делает, кто-то... но чаще всего делают в 3. По поводу... также необходимо исключать из рациона сырую рыбу, потому что она является очень часто как раз разносчиком паразитов, и тщательно, регулярно у собак это стирать подстилку у кошек тоже, но чаще всего для собак лежанки используются. Мыть лоток у кошек и мыть миски для еды и воды. Смотрите, по поводу передачи гельминтозов в человеку, очень многие гельминтозы у кошек и собак могут передаваться человеку, но не все из них передаются. Например, для здоровья владельца у кошек могут быть причины, это могут быть различные сосальщики печеночные, ленточные. Например, ленточные гельминты, такие как оливиакок, огуречные цепи и прочие могут даже привести к летальному исходу человека. Опять же, если у вас дома есть животные, вы не забывайте о том, что антигельминтные препараты вы даете не только животным и проводите плановую эти гельминтизацию, но в том числе и себе. Есть различные препараты, в том числе тот же перантел человеческий используется, он есть как для взрослых, так и для детей. Для взрослых он таблетированный в форме, для детей в форме суспензии. Но если вы проживаете с животным, то хотя бы себе раз в год тоже дегеминтизацию необходимо проводить, это нужно. Как можно собрать кал для анализа? Для того, чтобы собрать кал на анализы на гельминты, вам необходимо взять небольшое количество фекалий собаки или кошки. Если вы собираете у кошки, то лоток должен быть чистый и следов наполнителя не должно содержаться. Кал можно положить в специальный контейнер. Это емкости, они в аптеках продаются. И если вы не можете его отнести в течение трех часов, то хранение материала допускается до суток при температуре не выше 3-10 градусов. Но если вдруг вы обнаружили в нем личинки клестов, то необходимо, чтобы кал на анализ был свежий. По поводу тому, кому нельзя проводить дегеминтизацию. Смотрите, есть несколько ситуаций, когда ее нельзя проводить животным. Например, это тяжелое состояние животных. Животное либо принесло только инфекционное заболевание, либо же находится в процессе болезни. Во время обострения, в беременность, в период лактации и новорожденном. Опять же, по препарату еще учительной аннотации, с какого возраста его можно применять. По поводу беременных и кормящих. Смотрите, если вдруг риск заражения гельминтами уже превышает и кошку все-таки беременной надо проглистогонить, то нельзя это делать до того момента, как срок не достигнет 6 недель. Так, ну, нередко, смотрите, я говорю, в зависимости от препарата, в зависимости от действующего вещества. Есть вещества, которые, допустим, для котят достаточно токсичны. Нет, ну, смотрите, очень многие же берут котят не от заводчика. Если вы заводчик, да, вы можете вакцинировать там кто-то раньше. Вакцинирует, кто-то отдает с прививками. Но многие владельцы, кто-то там у кого-то рождается котят у самого, и он их позже вакцинирует. Многие, да, сейчас вакцинируют с двухмесячного возраста, особенно заводчики. Но, смотрите, тут в зависимости от. Часть владельцев вакцинирует первый раз с трехмесячного возраста. Почему некоторые владельцы первый раз с трехмесячного возраста вакцинируют? Потому что сразу хотят поставить еще и вакцинацию от бешенства. Поэтому вирусами, да, можно с двухмесячного возраста спокойно вакцинировать. По препаратам тоже, да, в зависимости от. От трех недель. Если это щадящая суспенция, то, да, можно спокойно и в три недели. Смотрите, по, еще по беременным не все. Папе, ну, если вы смотрите, если вы с двухмесяцев функционируете, да, да, делайте папе спокойно. Почему на более ранних сроках вообще во время беременности от гельминтов избавляться даже опасно? Ну, используются различные противогельминты препараты, потому что в период до шести недель у котят и щенков формируются основные органы системы, и воздействие противоглистных препаратов может нарушить этот процесс и привести к развитию различных патологий. А также в некоторых случаях применение антигельминтиков может привести в том числе и к выкидушу. Например, тот же Дорантал, Мепимакс и Дерафен в форме таблеток нельзя давать кошкам в первой половине беременности, но разрешается во второй. Гельминакс можно давать не позднее, чем за три недели до родов. Но смотрите, лучше всего, конечно, проводить дегельминтизацию до того, как ваша кошка или собака забеременеет. Во-первых, если вы решите давать антигельминтный препарат лактирующей кошке, то в этом случае необходимо перевести котята или щенков на искусственное скармливание уже. В случае, если же вы не проводите дегельминтизацию перед вязкой, то возможность заразиться паразитами или не спрашиваете, допустим, у партнера была ли у него проведена антигельминтизация, то возможность заразиться достаточно высока. По новорожденным, смотрите, тут лучше, конечно, если вдруг у котенка есть гельминты и вы понимаете, что надо от них избавиться, то смотрите, самые щадящие препараты уже, но не даете прям совсем новорожденным. Где-то обычно начинают давать антигельминтики в возрасте с трех недель. По средствам антигельминтиков существует их большое множество. Это может быть и обработка на холку, спотон, это может быть и таблетированная форма, это и суспензии. И когда уже там животное заражено, то бывает, что это применяется и терапия с инъекционными средствами, например, и тот же препарат, содержащий антигельмин, но они достаточно токсичны, поэтому они не рекомендуются. Наиболее эффективным считаются таблетированные средства или же средства на холку. Тут вы выбираете в зависимости от своего животного. Опять же, если у вас, допустим, мелкая собачка, и у нее есть подозрение на коллапс страхии, то в таком случае вы не даете ей антигельминтики в форме таблеток, потому что как раз из-за стресса может возникнуть состояние коллапса, а даете уже там, ну, делаете, капаете капли на холку, например. О плановой дегельминтизации надо не забывать. Перед вязкой лучше давать глистогонные препараты за 10-14 дней до вязки. Вот по данной теме у меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Продолжение следует...